добрый вечер дорогие друзья начинаем сказки ночные сказки богословскую тему не сильно свет светит и тьма не объявила помните такую стату из евангелия от ивана так сегодня уже думал провести эфир остаться тут за ночевать и завтра с утра поехать домой или всеми проводить поехать домой сейчас и где-то в часу ночи приехать домой ну как же без эфира как же так оставлю вас сиротами ладно проведу сегодня на знаете нас сомпалом островске много подписчиков общих и сегодня меня занесло в новоспадский монастырь где он сегодня проводит встречу идут по дорожке все бачку слава благословить бачку слава благословить бачку слава благословить что такое то что каждый первый каждый первый узнает и после благословения потом понял павла здесь встреча была уже прошла да наверное еще или может до сих пор еще идет как знать подписчиков общих много все узнают вот надо было альтернативную встречу организовать стоять стоять у входа знаешь так метров десяти-пятнадцати извините отца павла сегодня не будет сегодня встречи со мной так нормально там что пришло бы добрые глаза эти глаза напротив сегодня записал много много видео на десяток так точно для проекта портала иисус путь истина жизнь владыки лариона лафеева так что в течение нескольких месяцев будут выкладываться на ю тубе вот ссылка кстати на один из последних один из последний запись есть у меня в профиле ну что пишите вопросы друзья или матросы нет вопросов так вроде шива тарьки вас не в тельняшках вроде бы сухопутные все так ладно буду тогда махать всем пишите если кто-то хочет выйти в совместный эфир ставьте комментарий плюсик или пишите хочу эфир я вас присоединю ну и с окончанием рабочей недели мы дорогие надеюсь никто вам это чуть надеется надеюсь не сильно вам на этой неделе мозг выедали нервную систему сохранили а если не сохранили то бегите в храм причащайтесь не восстанавливайте свои душевные духовные и телесные силы питания здоровенькие были как перестать постоянно бояться за жизнь своих детей хочет даже продолжить стиле дейла карнеги и завоевать друзей так просто возьмите перестаньте от себя заставить сказать господи вот а в тех как-то верю но не доверяю вот да вот а господи вот помоги моему не верю вот как молился отец больного сына который привел к апостолам лунотик на наболуя беснующегося хотя и даже исцелить его не смогли вот и господь сошедший с горы сказал родину капри любодейный доколе буду с вами до сих пор богословы спорят что было сказано апостолом отцу или бесом что веришь что могу там исцелить перри господи помоги моему не верю хороший такой ответ вот получается вы тоже так господи и скажите господи вот боюсь за жизнь своих детей вот понимаю что все по воле твое происходит вот если не по воле твое это по попущению твоему и чтобы там не случилось все по благу хотя и понять это не могу и поверить в это сложно ну помоги моему не верю и чаще почаще вот это тоже нужно и важно бог должен быть с вами един сын в святых дарах вам преподаваемый и что делать все необходимое от себя вот чтобы их там защитить преступников от вирусов от клетворного влияния современного мира вот очень просто да если будешь праведником то дети праведников будут благословенны во веки веков а будешь грешником таким безбожником то родство до седьмого колена проклят вот давайте так припомним еще такие суровые склада так что живите в пребывайте в истине истина сделать вас свободными свободе твои будьте счастливы и вы и дети ваши двух помощь легко ли бросить курить кому как вот я вчера или позавчера писал пост о курении достаточно просто не покупать сигареты не класть их в рот и не поджигать вот там очень много комментариев хороших о том повествующих о том как люди бросали курить очень рекомендую их читать ознакомиться вот и принять для себя какую-то из них как основу для дальнейших действий протестанты пятидесятники современные фарисеи книжники нет фарисеи это присед современный монахи книжники от современных богословах теологи ну то бишь я вот книжники если на православный лад это все проекцировать есть вам покопаться в иудаизме то современные книжники это раввины фарисеи это как-то ортодоксы эти какие-то называется с пейсами ходят такими денючими собрали на шапках хасиды да хасиды вот так что другое дело что кстати протестанты пятидесятники протестант это общее пятидесятник это частное то есть пятидесятники они по определению протестанты не всякий протестант 50 но всякий 50-ник протестант точнее неопротестант какой-нибудь лютер или кальвин жан-кальвин или генрих 8 в гробу переворачиваются и видит наверное современный неопротестантизм за голову берутся мартин так витаю действительно с одной стороны много страха с дорогой стало больше молиться молимся легче страхами нужно спрятать страх завтра искать да 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 поисповедать почему нет вот страх настоящая любовь страх искореняет настоящая крепкая любовь к господу не значит мы должны быть беспечны как же слова не забывать такая беда у меня знаю хочу фразу сформулировать большой красиво кто-то щелкать одно слово забывая из нее как будто выглядит так как будто наизусть учил и забыл слово и дальше смысл потерял да вот беспечность она предосудительна не то что не поощряется осуждается непосредственно господом помните одно из искушений дьявол слова 90 псалма цитирует а тот говорит не искушай господа бога своего тоже писанием отвечает писание написание видите вот так что принцип слова скриптура которым живут протестанты мол писание трактуется самим же писанием вот самим же господом иисусом христом развенчан вот мы видим что в руках дьявола еще и написание может оказаться оружием бесовским вот и только зная писание вот и духе силу его можно противостоять такому принципу только писание слова скриптура потому надо в духе святоотеческом апостольском понимать смысл этих слов сегодня кстати был отец у олега стеняева сегодня был эфир у отца олега стеняева в инстаграме вот кто еще не подписался подпишитесь вот тот случай в общем блогеры не любят блогеров рекламировать как понимаю задаром но это не мой случай вот если вижу кого-то хорошего вот сергей комаров ну вот погуглите посмотрите ну в инстаграме в поисковике блог у него есть оказывается даже не знал хорош современ богослов очень советом молодой но талантливый и эти салек стеняев тоже талантливый нужно воды так и это спинцы как научиться прощать когда количество обидчиков будет перри 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 кофе что ли попить переваливать за всем мыслям пределы то вам будет уже не до того кого что не до культивирования в себе чувства обиды когда уже не будешь помнить вообще кто тебя обижает на весь мир или на 157 человек одновременно обижаться тяжело ты как-то уже некоторую толстокожесть перебрел вот если что-то христианин на всех обижаться не хватит ничего почти в господи бы не ведут что творят повторяется распятым на голгофе христом и приобретаешь дух свят и живем движемся существуем вот когда ты обидел кто-нибудь один впервые жизни и вот это все это там обиды на всю жизнь это прямо там ночью ночью не спишь днем не спишь днем ешь выдумываешь коварный план отомщения вот не выдумывать план отомщения это уже прощение помочь в случае нужды этому же человеку бывает иногда да мы конечно же очень хотим чтобы он там приползли к оленкам просил помощи мы скажем ему нет или наоборот хорошо вот хоть ты негодяй на тебе все равно помогу вот не так лучше лучше вообще не помогать чем это говорить просто вот не вспоминая былые обиды взять и помочь это не просто ну хотя хотя тоже еще вопрос там а что что за помощь то есть на ребятам 100 тысяч украл требует еще 100 тысяч доложить ну как бы не факт что правильным решением вот совсем не факт вообще идите в храм священников нету что ли на руси и объясняйте там ситуацию поговорите с ним вне исповеди в чем проблема как простить конкретного человека за конкретную правильность так можно ли православно обращаться психологу православный психолог то можно если православный психолог то крайне рекомендую потому что у многих других их сами бы хорошо бы подлечить и опять же православный психологов в разный уровень политификации может быть тот курс окончил или заочный психологический какой-нибудь институт и думаю что уже может всем помогать пока он там за 10 лет там шишек набьется пока он там 174 жизни испортит тогда уже как бы немножко помудреет поэтому рекомендую все-таки идти только по наводке они по объявлению холивар был целый месяц отец павел развил вот мы тут все подключились обращаться психологов или не обращаться ну вот это тоже несколько эфиров проводил не все не все они все психологи которые минутцы православными действительно состояние помочь интересный момент вот был он этот один с неправославным да с христианином да вообще христианином эфир знает но не православным ну сочувствующим да на помощь старообрядцы вот это знание фундаментальные знаете очень интересно то есть христианин психолог христианин тоже плохого не посоветуют особенно если зубы съел на этом деле хорошо клиническим психологом сразу идти или или к психотерапевтам вдруг сразу психиатру тоже неплохо на самом деле чуть бояться тут курение что сбросить от страха после каждой причастия бери сигареты в рту были раны такие что бросить на всю жизнь ну отлично видишь как хорошо можно заниматься гун и йога для здоровья о только вот вспомнил вспомнил михаила сразу вот и вопрос это психолога да вот он допустим рекомендует йогу цигун а я не рекомендую вот я не рекомендую баба йога против вот хотя допустим совместно эфир на эту тему я пока бы не выдержал бы нужны были какие-то интересные аргументы я бы говорил бы просто что все что с востока все что приходит нас этих языческих учений вот религиозных практик употреблять нельзя в принципе даже если на какую-то даже пользу приносит ведь это же никогда йога не была отделена от индуистской религии это часть религии это то же самое как если мусульманин придя в храм будет крестить в храм в мечеть будет снимать тапочки станет на свой коврик класс поклоны и креститься ты чё с ума сошел да подождите да я не верующий я верю только в аллаха да но мне сказали что для моей сломанной руки вот очень хорошо совершать такие упражнения после реабилитации реабилитации только проходить особенно там с поклонами особенно в мечеть вот как бы я крещусь как раз таки движение там кисть надо особым образом складывать вот там вправо влево вверх вниз вот там где сказали там пятьсот таких крестные знамени все накладывать и рука истелиться очень быстро ты чё говорит мы тебя сейчас голову отрежем как-то чё это религиозный символ вы что вы что успокойтесь да вы какие религиозные фанатики ну вот я не я крещусь не веря в силу крещения просто упражнение скорее всего голову таки отрежет вот или просто побьют и скажут это это пойди-то подлечись потом будешь тут мечеть и креститься вот как бы с йогой то есть христианин считает даже что может совершать религиозную практику восточных культов только потому что они полезны друг мой все ты уже язычник выйди из храма помните это квновскую зарисовал миниатюру с песенкой наизусть я не помню которая кончилась из храма выйди да хочу почему не хочет танцевать датами что-то песни петь так много вопросов нет немного так так пишите пишите так так ну все про его сказал вообще-то достаточно секунд стяжек краев мне не нравится в храм причащаться то есть кому-то чаще всего грешишь но конечно грешишь и что нет человек да не согрешит говорится в отпевании думаете безгрешно померять так это как бы он такое сказал такого не бывает чувство невозможно свободиться от грехов да не даст невозможно не достоин царство божие да они достойны вот так это повод для радости что господь нас недостойных и грешных царство божие берет чтоб потому что ты это сильно хочешь вот стараюсь по мере сил вот любить христа и другие причастия ближних своих ну упал поднялся почесал шишку и дальше пошел главное знать направление вот ползешь в сторону царства божьего хорошо радуйтесь веселитесь когда вашу ногу на небесе а чего не будет хватать так скорбями там господь дополнит успокойтесь не переживайте им же весь судьбами господь спасет и вас и нас так что радуйтесь пока получается если вы считаете что какими-то добрыми делами или уменьшением грехов будете удостоить царства божьего верите почему а потому что господь совершила спасение на кресте вот если вы считаете что надо еще что-нибудь кроме то что господь совершил значит вы считаете что жертву креста была недостаточная что что-то еще надо растерить и кто какой-то спасение никакого потому что важно даже что ты мыслишь не меньше чем то что ты делаешь а что-то добрые дела творить по любви если любишь отца моего соблюдить заповеди его говорит спаситель вот любим любим христа любим отца любим дух святого исполняем заповеди их все просто по любви вот а сил не хватает да да не хватает бог сам сказал людям это невозможно вот кому возможно богу же все возможно вот приходим прещаемся вот просим чтобы господь дал силы творить дела любви просто так по любви ко христу они потому что это делает нас достойными царства божьего мы все недостойны я вы митрополиты патриархи монахи верующие неверующие никто не достоин вот все спасаемся сугубо милостью божией и хорошо чтобы господь милосерднее чем мы с вами значит никто не спасся справедливости нас можно только в ад засудить так 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 что никто в эфир не хочет пишите плюсик я вас в эфир затащу вообще лицом к лицу знаем что измена одним самых страшных грехов ну да предательство на и так до новодной компании затронули тем батюшка подскажите отличается ли измена между людьми венчанными людьми не венчанными нет не отличается ничем то есть если брак законный зарегистрирован в загсе или и и венчаны или не венчаны то все церковь относится к нему с уважением считает браком безоговорочно просто люди засвидетельствовали браком считается что вот единство двух мужчин и женщины перед лицом общества который несет за собой какие-то юридические последствия вот хорошо бы да еще и просить божью помощь на несение креста супружеской жизни очень хорошо значит это христианин если ты помощи в продаже зонтиков просишь на помощь самого главного тоже не зонтик создания семей не просишь неправильно все это так даже если блудом сожилище живете вне регистрации ваших отношений все-таки если ваш партнер еще живет еще с кем-нибудь вот конечно его право да то есть если он как бы блудиться одной почему не будешь двумя то есть как бы какая-то с каким количеством будет но все равно это тоже некоторая измена давить все равно женщины на доверии основывают эти сайты сожительства что могут ну когда-нибудь женится сейчас мы все так живут но это тоже в каком-то смысле измена расскажите про пост до беременных беременным постам не полагается гастрономического поста вот они знают что вам надо все остальное тоже разрешить ведь пост это удаление от греха дарень от развлечений удаление сквернасловия от зависти от злости от гнева вообще-то страстей воздержание только чрева но удержание языка вот всего поэтому воздерживайтесь там от одного элемента не воздерживайтесь от одного элемента от других какого страсти уго-го-го как воздерживайтесь можно молиться за родственника самоубийцу дома можно в церкви такой традиции нету но и специально чины последований для утешения родственников живот свой добровольно скончавшегося грех ли если после смерти муж или дети дадут разрешение на донорские органы раз дадут если вы сами не дадите этого разрешения то просто некий не имеют права вашими органами распоряжаться направо налево законодательно насколько я знаю это запрещено ваше тело ваши органы поэтому если напишите при жизни до что в случае такого-то катастрофы вот разрешаю использовать органы для спадать что спасти другие жизни пожалуйста и вам вот конкретно вам всем рекомендую на вам вам просто навязываю искать можно благословение мое хотя это могу дать интернет посмотреть фильм всем жизней с уиллом смитом вот возьмите и посмотрите прямо сейчас может эфира выходить и смотрите так но в любом случае если вдруг закон даст сбой то не грех вашим родственникам распоряжаться вашими органами вот ну это как-то странно потому что она все-таки юридически юридически они такого права не имеют если имеют то поправьте меня но как-то сильно сомневаюсь у книг неделю вы читаете дать я к сожалению нет сейчас андрей ткачев и не отец николай дубинин вот как они там время берут на чтение понятия не имею может потому что мне надо там на телеканал спаться там четыре часа ехать в одну сторону четыре в другую вот получать туда получать подобрать вот это правда сейчас что доник там него вот-вот-вот-вот короче несколько не что так мы сказал осмотрим спасибо так извините за невестный вопрос мне возможность помочь вам электрон электрикой провод кабель в остальных рамы нужно как связаться спасибо спасибо это очень здорово прямо вот напишите в директ я телефончик обменяемся созвонимся пообщаемся у нас как раз два кабелек нам нужен и внутренний и внешний хорошо так нужен внешнего дам там трижили нужен там целый там катушки ну вроде может быть тут там то поможет муж не поможет в туру 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 вот а по внутри развод очку да пригодится принципе тоже давайте пишите в директ вот мы их нити бачка я про кабель то сейчас могу забыть название аккаунта вашего спасибо так все остальное расчет склонности человек по звездам это бред да конечно абсолютно полностью приезжайте на спас ну зовут вот знаете как бывает им звали как-то раз в течение двух недель шесть раз вот я вот отозвался один раз да понятно что они теперь давай так этот этот редко ездит так другом позвонит душу лишь там сотни там священников все круто что слава богу попал в эту сотню но но тем более раньше там на первых парах очень активно ездила на новости она три минуты в эфире но тем не менее четыре часа то четыре часа обратно молчу уже про бензин но тем не менее тоже было интересно на самом деле три раза даже по скайпу в новостях засветился то и в питере в калуге масальске тоже разок вот говорит ну ладно батюшка никто не приехал давайте вы хоть выбор комментируйте про микокредит помнит комментарий давал так спас вот сегодня целый день вот четыре часа мы провели в студии проекта портала владыки илариона алфеева иисус путь истина жизнь вот записали это много видео ничего нового для вас не будет все это слышали сто раз община подтравлены портальщики их на ю тубе подпишитесь очень рекомендую да и в инстаграме тут есть у меня ссылка на их профиль в шапке профиля так гневаюсь на мужа когда он пьяный не могу себя сдержать поскольку стоит такой ситуации держаться подальше пришел верните там куда-нибудь в компьютер все там поставить смотрите кино вот тут он проснется на коврике то весь там грязи ты расскажешь ну вот видишь как стать умывала вот ботинки снимала вот с леса грязь стирала вот имеешь с утра говорил что тут выдумываешь нормально пришел домой сама сам лег чистенький аккуратненько на ты вот тут проснешься на коврике да вот это окази будешь какое-то время ниже воды ниже травы тише воды ходить а что лучше вообще там уехать на две недели в санаторий куда-нибудь сам как-нибудь живет набился там дорогой подожду пока ты вся придешь вот у мамы пожил вот созависимость слухали про такое вот не на всех работает поэтому хорошо обратиться к специалисту вот который работает с родственниками ищих людей или при епархии или при ну или вообще там поликлиники районы аркологу не усудить все эти вопросы так что я как не понимаю смысл некоторых слов как быть во-первых интернетом в помощь вот можете купить церковно словарь церковно-славянских слов отца георгия диченко ну диченко точно георгий не не скажу точно по-моему да георгий диченко и то смотрите вообще проще в интернете сложился там сайтом я кожи перевод проще слова до приставать в этом интернете тоже есть можно сказать программолина есть на телефон надо интерес посмотреть посмотрите себя там плей-маркет или что там у вас перевод в школу на славянских слов может быть есть что-нибудь может придумали так жена моего брата занимается астрология вот а грех попросила ее не строить звездной карты на меня мою семью она считает не считает это грехом звезд создал богу расчет математический нет кстати это в том то дело что господь создал звезды ну хорошо как светило небесное вот откроем книгу бытия противовес уже существующей египетской религии на где луна звезды и всяким то павелонским ассирийским это все боги имеют свои имена образ жизни то ветхом завете эти звездочки даже имел не имеет создал господь светило большое светило днем с тела малыша светило ночью все тебе было как говорил сейчас андрей кураев видно куда в туалет ходить по ночам все это лампочки повесил господь на небе утилитарные для того чтобы тебе жилось хорошо что кокос рос трава колосилась крокодилы ползали если было бы иначе то господь бы чародейцев там астрологов не проклинал все этом гадатели по звездам и место в аду не припомнят статус писания но вот все очень вот волхвы до волхование и вещь идет сейчас не пришедший христу поклониться они пришли по звездам ушли иным путем притом было пророчество до что будет великое явление на небе вот и было явление действительно не просто какая-то скопление звезд потому что не могу не может звезда будучи там планеты там или газом облаком остановиться прямо над домом где тот момент христос находился и не кометы и не летающий тарелок так что что еще бог сотворил так что же сотворил параллель провести в общем бог сотворил много чего вот и скалы и моря и песок и животных и рыб и птиц но если мы будем приедем в саванну посмотрим на какашки носорога и будем говорить вот эти бокашками я сейчас составлю тебе какашную карту какашечную и определю твою судьбу вот сто процентов работает ведь носорога тоже господь сотворил вот значит его какашка можно узнать твою судьбу то жене вашего брата скорее всего надо будет психиатр логика точно такая то есть если все то что сотворил господь осознавать как некоторое предсказание о тебе вот где-то там гиппопотам наделал вот а тетя варя из сибири вот теперь судьбу свою изменила представляете да как как все странно звучит если вам не странно да тогда тогда как бы тоже наверное вам тоже психиатру если кому-то для кого-то не странно так точно так со звездами звезд этих не существует уже допустим там 7 миллиардов лет то есть вообще там нет ничего сейчас ты видишь свет от этой звезды который дошел до тебя наконец-то да с каких-то там скоплений пояса там центавра дошел до тебя вот сейчас ты видишь этот цвет уже звезды нет вообще что-нибудь читали астрофизику какой-нибудь сколько там этот свет световых лет идет свет от сгоревшей звезды может миллионы лет идти мы еще там взрывы вот мы видим то взрыв всех сверхновой который так появляется вот на самом деле южа самой уже этой планеты нет вообще объективно вот на сегодняшний момент времени вселенная выглядит совсем не так как мы ее видим то есть мы видим отражение этих звезд этого света сейчас а он просто шел долго шел до нас вот такой парадокс эти астрологи да они элементарные даже основы астрономии не знают то есть вообще как можно предугадать ее будущее потому чего уже не существует это как гадать по кофейной гуще из помытой чашки вот вот здесь в этой в этой чашке когда-то было кофе когда-то было кофейная гуще я могу предположить что вот эта кофейная гуще выглядела вот так и с улит тебе путешествие дальнюю дорогу и казенный дом бред бред но если ты веришь в это тебе лечиться надо однозначно вот как с воспитанием то есть не сложилось у тебя родительские ну и же не обратно соответственно так так спасибо спасибо так спасибо за рекомендации жизни получите на фильм ну хорошо вот и смотрите теперь так помолитесь ситуации учебы как обычно ну-ка типа помощь другу не хочет общаться не напрашиваться не напрашивайтесь как будто осталась в жизнь без меня очень не замужем что вот только незамужние переживают то что с подруга перестала общаться замуж не наоборот фух и и так перестал общаться ты теперь хоть не на мне вина лежит не переживайте но не нравится все скатертью дорог не переживайте бог есть все ты есть храм приходите новых друзей ищите это нам 17 лет кажется что друзья навек вот нет с одним ты там пять лет общаешься другим 10 с другим 20 жизнь идет от туда приехал сюда приехал тот уехал тут в америку тут новой зеландии ты там в никарагуа вот тут умер тут тот ислам принял друзья круговорот друзей в природе постоянен к смотрят на сердечки ловит да ну не знаю ловит ли да ну пусть не только их ловить стать тоже наверно классно сердечко как есть стать программа для котов специально можно это и 5 скачать и этом там рыбки плавают и ловит очень забавно так есть программа словарь csi отлично для андроида он хорошего матушка спасибо буду знать может себе скачаю тоже вот им будет ли грехом слушать аудиозапись чинь евангелия апостола кто делаешь домашние дела а как раз и сегодня вот в проекте вот таки ларион алфеева об этом рассказал нет не будет искать добродетель будет чем-то какую-то музыку будешь слушать там бум цик цик вот то лучше слушать что-нибудь душеспасительное так что скорее добродетель вот как раз вот евангелие апостолы все вот то что не является молитвой не просто ну можно нужно молитвы можно слушать да но лучше почитать самостоятельно вот евангелие как раз и все другие тексты вот очень хорошо слушать во время любого дела так мы все про другу сказала нужно икон определенного размера церковного стико нет можно распечатка доминировать осветить да можно вот я неоднократно об этом говорил да скажите сверхъестественных явлениях это что уфолог что ли вот почитайте писание вот там очень много сверхъестественных явлений особенно ветхого завета а в новом завете господ сразу сказал роду сему лукавому прелюбодейному не дастся никакого знамени кроме знамени иона пророка как иона пробыл в чреве кита три дня три ночи нами сын человеческий прибудет три дня вот в чреве земли а потом что воскрешение преображение всей материи так что мы тут фокус штука хорошая вот но у нас против знамений всяких начиная с пришествия спасителя первого пришествия есть четкий иммунитет потому что оказывается что антихрист придя вот на землю станет творить такие чудеса такие знамения что там и в евангелии таких даже не найдешь уникальные чудеса и многих прельстят даже избранных поэтому наперед чтобы не прельститься нашим потомкам детям внукам правнукам или когда уж там этот антихрист придет чтобы они восприняли нас на генетическом уровне уровне недоверия к чудесам и сами их и мы постараемся не доверять так можно ли гадать на картах таро категорически нет страшный тяжелый сказать смертный грех вот вообще зачем узнать будущее даже если бы это было возможно ведь ты становишься рабом полученных знаний вот совершенно при том но если это будет знание отрицательное ты будешь делать все возможно для того чтобы избежать их и этим самым приведешь к себя вот это нелепой смерти допустим вот смотрели звездные войны вот как энакин скайуокер превратился дарт вейдер милый мальчик который должен был стать избранным и победить силы зла вдруг их возглавляет ну пусть и вторым тем не менее как узнав будущее стал делать все возможно для того чтобы его изменить вот и результате стал на силу зла для того чтобы получить ту силу которая может позволить сохранить жизнь до умирающей жене в результате жена умерла от того что узнала что он стал на темную сторону силы то есть она могла жить но не хотела жить и оттого умерла смотрели четвертая часть по моему да называется то не припомню я не четвертая третья третья часть до вот и наклона по моему вот там очень хорошо траги показывает как трагедия развивается по сути вы предопределите свою кончину вот тем что будете не убегать ведь вам же будет все равно на какой путь читать но это раз это опять еще предположить да что слуга слуга дьявола можно сказать правду дьявол не знает будущее небеса не знает будущее и хочет одного чтобы ты погиб вот и всей жизни в будущее но главное в будущее когда душа умрет для до царства божьего тогда он уже и убьет и тело твое обязательно и каждый кто верит в гаданию он остановится вот в рабом дьявола вот тот своих рабов не любит вообще увидим да что стало садам и евы просто для того как не стали рабом дьявола рабами ничего хорошего пятикантропами какой-то еле-еле там человеческое состояние сохраняли там потомки адама так можно ли заменять вечернюю молитву чтение послатили законом божиим закон божий это просто книжка нет видимо это вообще не альтернатива вечерним молитвам псалмы слово божие принципе если не получается совместить ну то заменить можно я думаю я включаю молитву богородицы хорошо работа слушаться андрея ткачева все слов попья наизусть выучила молодец первые в англии буду слушать молодец спасибо за ответ на здоровье не женщин сказал что избранная значит православа верят нашусь ну слушать я в чужих диагнозах не разбираюсь и кто он там чего-то наговорил толковать не могу даже на что на милую виду что на матрице пересмотрелась так в долгом пути электрички мечтаете я читаю электричка всегда за рулем с масальской не ходит никаких никого транспорта вот в автобус ходит до автобус ходит но он не не тогда когда мне надо так можно смотреть фильм джокер да да вполне посмотрите как дьявол скрывается мелочах вот как и так на психику душевно больного человека но не агрессивного легко помешанного вот влияет человеческая злость шутки хулиганов злые поступки солидных людей которые отличающиеся от них за людей не считают вот это как потихонечку там один твой татата неуместная шутка одна перенесена тобою слабому человеку боль конечном итоге формируют его как убийцу психопат то есть общество формирует таких людей в результате чего получив определенно там известность и популярность такие люди формируют общество его направляют к разрушительным целями такая взаимосвязь наших мелких грехов не понимаем их нами даже как грех вот ломает сознание слабых людей в результате не совершают повторюсь тяжелое ужасное преступление которое мотивирует подобных ему вот на совершение больших преступлений да в результате из-за твоей какой-то мелкой шалости совершенной в подростковом возрасте то есть мир рушится интересно да интересная мысль вообще не новая не новая но если он кого-то остановит какого-то хулигана там школьника от травли более слабого одноклассника то пусть посмотрит хотя там сколько-то 18 плюс по-моему не припомнили 16 плюс вот психологам тоже рекомендую посмотреть вот как отстраненность безучастность вот бюрократичность врача не приносящего никакой пользы пациенту вот тоже разрушительно влияет соответственно на него и как мы увидим то в результате на весь окружающий мир так так что можно и глянуть да хуакин конечно молодцом ну вот дом госкоренцов получит а сейчас и 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 ну ладно поехали дальше так мне интересно несколько будущее отношения по мыслу людей мой адрес поэтому я научиться гадать натором то существу нельзя нет ни в коем случае что счастья не ждите теперь в этой жизни если научитесь вообще любое гадание это гадателям участь одна преисподня а нам надо ну поверьте на слово если даже думать что надо поверьте опытом относительно священнику не надо так мне друг сказал что-то избранное мы оба психбольницы познакомились а ну понятно что избранное напомните про фильм в силе небес совету тебя не смотрела не знаю всем жизни скажите возможно ли женщин в храме в дни месячных слушайте ну прямо это вы сегодня все вопросы задаете которые я озвучил для проекта портала Иисус да можно 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 и в притворе стоять можно и в храме стоять можно и мощь целовать и икону целовать и батюшку целовать ну в щечку не надо руку целуйте когда крест дает или благословляет да можно благословение брать и помазываться можно мы из уважения к святыне не причащаемся в этот день святых христовых тайн вот и не более того вот вообще эти дни очищения это сравнивается Денисием Кириллом Александрийскими вот Климентом Римским Александром Александрийским Афанасием Александрийским Кириллом Александрийским вот Павлом Патриархом Сербским ну как сопли в общем-то вы же соплями причащаетесь да вот хотя если у вас вирусные сопли то дома сидите нечего людей заражать так мы смотрели мы смотрели ну хорошо надеюсь вы выводы сделали и людей унижать не будете так ребенок спрашивает грех отказывать одноклассника списывать их на уроках нет не грех то есть как раз учитывая обстоятельства вот не давать списывать это как бы скорее порог так человек становится злой не по своему вине ну как не по своему вине ну бывает и такое вот бывает и такое но каждый из нас во Христе зло свою может преодолеть так можно ли воспитать крестника верить если родители не верующие нет невозможно крестик по внук внука можно так беременным нельзя смотреть да не надо смотреть беременным джокером так хорошего вы сделали но если вы смотрели то понимаете о чем речь если не смотрели то в принципе тоже ну хорошо то есть казалось бы кто может Хита Леджера переиграть базалось что нет но нет странный типок который 10 лет уже ни в чем середина не снимался вот смог вот так может ли быть в храме на лютургии женщины все время чистоты да может да уже сказал так без читать наши мысли нет не читают но очень легко их считывают по движениям глаз тела мысли и других движений вот смотря какая мысль в голову нам вбивается как отношусь к творчеству Фредди Меркьюрия ну вон слышали рингтон на мобильнике хорошо отношусь я его вообще на бобинах слушал помните такой носитель музыки щелк щелк хруст был у меня Юпитер 405 по-моему или как он там ну мама был мама слушала соответственно что я еще мог слушать кроме того что мама слушала так приятно его смотреть а еще можно во время эфира к больным местам прикладывать во так может батюшка курить может в восточных церквях курят напропалую и в Греции и в других церквях вот и у нас курили все до революции вот очень многие царь Николай курили вот да все курили вот когда еще не было окончательно ясно что это приносит колоссальную зависимость вот а сейчас в русской церкви не курят то есть покурить допустим бросить не грех а если ты уже зависим от сигарет это грех потому что если ты раб курения а не раб Христов ну это ноут вот не буду учиться угадать натеро хорошо так желаю вас и искал ждала ваш прямой эфир чтобы просить у вас слушайте как хорошо я же домой не поехал да дома провести эфир и поспать завтра с утра поехать или поехать сейчас поспать дома нет эфир все-таки что-то не хотелось сегодня эфир провести вот видать не зря хотела сетевый маркетинг это грех ну по сути там сектантское мировоззрение приобретается со временем вот это у вас хотелось бы оградить то есть там те же принципы как во всех тоталитарных сектах формируются так батюшке батюшке нашим неприятно стало когда у меня благословлялось потом подум почему он осторожностью меня благословлял в эти самые дни а вы что с таблички приходите в храм у меня месячная батюшка что там мысли читает нет не читает не выдумывайте вот если батюшке ему сказали да он с небрежностью благословил это проблема батюшке при том тяжелые проблемы и догматические и психологические вот является грехом советования не сетывания родственнику близкого другого родственника ну что делать ну да является но что если не будешь сетовать то вообще там тронешься не настолько хороший христианин чтобы ни на кого не сетовать вот надо же чтобы хоть кто-нибудь объяснил тебе что не ты сумасшедший а родственник сумасшедший а ты как бы очень даже ничего вот ну является ну а что делать это уж чем в данном случае осуждение меньше греха чем уныние если будешь там в себе это держать да и как бы страдать 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 и унывать вот то лучше уже раздели печаль свою с родственником своей больше не хочу уходить не чистоты да шо да успокойтесь ходите спокойно так фрейдис перед смертью что хочет быть в аду не слышал такого так давно это тоже после фильма одноименного решил почитать перевод песен боже какой бред вот вот шо муми тролли шо квин вот какая-то там земфира вот весь этот рок электронный то есть как бы чушь полнейшая хорошо что английский не знаю якобы мне просто нравится там не знаю там тембр голоса мелодия вот игра кстати был на концерте квина между прочим вот вот все у всех кроме этого кроме Меркери соответственно так что завидуйте почитатели вот хотя говорят в этом в этом сезоне они ездят по Европе и вы можете можете тоже какую-нибудь Прагу съездить и послушать вместо Меркери там был какой-то Адам Ламберт во вот ну тоже ничего да мне понравилось только спина болела долгий концерт так пост для Мерян в среду пятницу запрещают рыбу нет не запрещают ешьте на здоровье так очень интересно человек ну это только в эфире а так вообще нудный вредный ворщливый и злый кто будет с Вирджинии Вульф так можно ли не прикладываться к иконам мощам бомб просто целовать да лбом вообще не надо прикладываться последование прикладывания к иконам стуканья лбом не предполагает нет он прозорливый елки-палки нет прозорливых священников русско-паруславной церкви не надо мне сейчас рассказывать что вот это есть есть опытные священники мудрые вот которые какие-то моменты там считывают вот если вы считаете что батюшка прозорливый то понятно да если он просто как бы уже вас сто пятьсот благословил уже с большим трудом вы думаете ой вот с большим трудом и с небрежностью он благословил потому что знают что я не в чистоте ну блажен кто верует вот не верите мне верьте там своему там духоносному старцу что-то до меня смотрите так мужа обманывал так скрыл много лет заранее заболевания его никто нет и его никогда нет рядом даже не нужно плечо кто должен отпустить вот если заразное заболевание вот сказка заразное если половое заразное заболевание было до брака это скрывалось то это повод для развода вот почитайте документ специально есть на эту тему в этом году опять же патриархия так много чего интересного создала о эфир закончился так панчика истинной причастию к Константинопольской церкви ну мы из уважения к РПЦ не причащаемся там так я не ел рыбу но ешь по-моему лице представленной РБ ну пока господи да Руслан Рустик да ну вообще надо саму решить ну все закончился эфир будьте здоровы по каким сторонам свет иконы висят не имеет значения в новом году все вам Продолжение следует...